В феврале гражданская авиация в России празднует 90-летие. Хабаровский аэропорт приобщил пассажиров к истории. В зале вылета терминала внутренних авиалиний открылась выставка исторических фотографий, по которой можно проследить все вихи развития дальневосточной авиации. На восточной окраине страны пассажирское авиасообщение началось немного позже, 9 января 1930-го, а первый полет из Хабаровска на Сахалин длился 11 суток. Самолет вел известный по тому времени же летщик, спасавший Челюскинцев, герой Советского Союза, Водопьянов Михаил. Так совершил полополучный полет туда и обратно. Александр Дубинин знает дальневосточную авиацию, что называется, изнутри. Больше 30 лет он работал в качестве технического директора Хабаровского авиапредприятия. Активное развитие гражданского воздушного флота началось в 60-х годах прошлого века. Именно этот период изображен на большинстве работ фотовыставки. Многие фотографии экспонируются впервые, а самолеты, изображенные на них, сейчас представляют лишь историческую ценность. В середине 20-го века Хабаровск являлся связующим узлом между Москвой и другими городами Дальнего Востока. Случались во время пересадок и комичные ситуации. Самолет у Ту-104 подготовленный к вылету, бежит пассажир. В сетке у него кефир и булочки, и он бежит к трапу, к дежурной. Билет у меня на завтра, на этот рейс. Сегодня на свадьбу опаздываю. Посадите, ради бога, улететь надо. Она говорит, места есть, но как командир по загрузке, по полетному весу, давай с ним решать. Командир спускается по трапу, он к нему с тем же вопросом. Командир говорит, да ладно, согласен, но только без питания. Пассажир наш вот так размахивается с сумкой и как запузырит эту сеточку с кефиром и булками в полынью. Задача стать хабом между Западом России и Дальним Востоком стоит перед Хабаровским аэропортом и сейчас. Согласно утвержденному мастер-плану, к 2030 году пассажиропоток увеличится более чем в два раза. До 4 миллионов пассажиров. Аэропорт способен принять абсолютно любой самолет по аварийно-спасательному обеспечению, по наличию взлетно-посадочной полосы в мире. Вот до 380. Самый большой в мире самолет в Хабаровском аэропорту планируют принять через два года. В 2015-м авиакомпания «Трансайра» получит в эксплуатацию свой первый аэробус.